всем привет сейчас у меня на часах ровно 9 вечера надеюсь 10 закончу с этой частью у меня будет такое видео которое растянется на два дня и это у меня будут куличи куличи будут творожные буду пробовать вместе с вами экспериментальный рецепт ни разу еще не делала вот сегодня будем пробовать сегодня и завтра так и я буду брать так у меня здесь дрожжи 6 грамм граммовки я напишу внизу в описании да чтоб не отвлекаться уже на это дело молочком заливаю делаем опару какую-то часть сахара сейчас сюда и муки и нам нужно добиться консистенцию ну такой густой сметанки не очень густой сметанки дай ну как на оладике такое тесто перемешали до однородности больше нам ничего не нужно от на данном этапе да вот так прям ложку там оставлю потому что чтобы ничего не потерять да а сейчас отправлю в теплое место без сквозняков на расстойку надеюсь на быструю расстойку я не знаю как у меня освещение вот сейчас вам не очень неприятно если я не знаю как она получится если что извините просто свет не дневной а такое уже получается до полумрачный не уверена что хорошо ладно не отвлекаемся оставляем на расстойку чтобы подошла запузырилась наша опара чтобы мы точно понимали что она хорошая пока у меня стоит опара на расстойке да мы можем соединить и можно это сделать все в миксере до в каком-то планетарном у меня порция небольшая я думаю что я и как бы вечер я не хочу просто в доме сильно жужжать творог у меня деревенский самый вот такой никак не сколько здесь жирности вы как вы понимаете много не знаю я сколько здесь жирности да это не такой вот не из пачечка вы уже пробоваты я не знаю я первый раз буду пробовать пасхальное тесто для куличей с творогом для меня это как бы творог это больше для кексов наверное в моем ассоциативном ряду да сразу отправлю сюда наверное сахар и ванильку чтобы она ну как бы пускай уже да сейчас тоже перемешаю до однородности красивая масса такая получается желтенькая оставляем все пускай настаивается ждем опару очень такая пузырчатая поднялась хорошо отправляю теперь сюда вот эту смесь творога сахара и яиц перемешиваем так надо не забыть посолить потому что я сейчас забуду солим чисто символически так щепоточку небольшую и отправляем сюда сливочное масло все это хорошенечко нам нужно перемешать и сейчас сюда потихонечку добавляем муку и вмешиваем на данном этапе я бы вам сказала понимаю что у меня уже практически все готово на что это рецепт такой очень даже легенький да ну в смысле лайтово готовить его до никаких особых масле 35 расстоек ждать не надо все смешали так я могу добавляю плавно почему потому что может войти не вся нам просто нужно добиться очень мягкой такой консистенции теста вот я думаю что как то вот так мне хватит я буду тесто должно остаться липковатым и сильно вымешивать его тоже не нужно ну вот сейчас у меня липковато ну тут у меня конечно вот вот смотрите да на чистую руку это совсем другой эффект этой рукой я как бы одно до другого налипает поэтому а вот этой рукой вот видите совсем другой эффект очень хорошее тесто такое прям приятно и как я понимаю вот сколько я куличей пробовала рецептов ну вот примерно такой консистенции должно остаться она поэтому я так думаю что я больше добавлять не буду вот на этом моменте я наверное и остановлюсь сейчас нам нужно два варианта либо же я прям в этой чашке убираю накрывая ее пищевой пленкой до либо пакетом и убираю в холодильник либо я перекладываю тесто из чашки в пакет и опять-таки в холодильник у меня есть место чтобы поставить всю чашку в холодильник поэтому я не буду заморачиваться с пакетами сейчас просто упакую и уберу в холодильник холодильник я это уберу на 12 часов то есть сейчас у меня пол сейчас у меня пол 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 десятого вечера значит завтра где-то в пол десятого утра уже можно будет начинать готовить куличи да ну как бы арифметика простая ну и всем доброе утречка вернее как утречка сейчас у меня уже 11 часов пол десятого у меня не получилось так что будем смотреть что у нас тут сейчас на тесто я принципе не очень давно достала из холодильника она еще не комнатной температуры совершенно вот я знаете что хочу показать смотрите какая здесь красота вас да такие прям эти кратеры вообще обалденно так и давайте откупорим и посмотрим так сейчас нам по по сути сказать нужно что нужно поделить я не буду ждать пока ну согреется прям согреется сейчас я его делю на кусочки и упаковывают так сказать в кексники я буду делать в кексниках потому что ну пасхальные формочки ну как бы я считаю их надо делать на пасху да поэтому в кексниках мои кексники сейчас им лет десять уже мои прям верные товарищи и и беру весы ну давайте посмотрим что там у нас какая структура но она такое как бы утижа какая ляпота прикольная конечно получается по структуре такой прям маслянистая что ли пахнет творожной запеканкой сейчас так ну и сейчас примерно по одному весу по поделю их взяла на руку немного растительного масла чтобы удобно было их придавать форму так ну вот сейчас примерно по 85 90 грамм буду делить ну вот знаете как бы в общепринятом понимании вот как вот как я понимаю тесто сдобное это что-то немножко другое да это больше на сырники наверное похоже ли я не знаю на что но не на сдобное тесто так ну сейчас упакую все да ёлки зеленый люд молодец я да вообще а изюм блин тогда знаете как я буду делать сейчас чтоб уже не хочу уже теперь заново все перемешивать ой вот так 1 1 1 1 1 1 1 сдобью уже теперь изюм по формам как видите ничего криминального не произошел не произошло даже если забыла положить изюм а очень надо да у меня дочка просто очень его любит я люблю его сыры просто взять и скушать она в выпечке прям любит его распределила куличики свои творожные и сейчас что мне остается мне сейчас нужно накрыть их пленкой или чем-то да так прикрыть чтобы они не заветривались и оставить на расстойку где-то часа на полтора два потому что во первых они еще холодные как холодные такие свежие да во вторых но им же нужно время чтобы подняться они достаточно тяжелые потому что и творог и молоко и много яиц и сахара много ну и и масло сливочное короче много чего если вы уже видите что все хорошо поднялось либо время по ну по куличам видно что они подарок подросли отправляем на 180 градусов вверх-вниз без конвекции до сухой зубочистки проще так чем по времени говорить пасочки это дело такое может быть всякое лучше до сухой зубочистки вот такие вот у меня получились красавчики мы уже не удержались и уже здесь не 10 а 8 и я могу точно сказать что что происходит по вкусу насчет нежности тут конечно без вариантов очень нежные получаются примут просто бомбовские у меня к ним единственная претензия но это претензия тоже так скажем высосана из пальца они не сильно сладкие но я думаю что это может быть даже хорошо потому что мы пробовали ее без помадки на пасху когда будет много сверху сахарной помадки я думаю что это будет даже наверное хорошо что там что само тесто не в меру сладкая а так просто но это не еще теплые конечно смотрите ой вообще красота поднимались они у меня 100 минут сколько получается 1 час 40 минут 20 20 последних минут подымались с паром в духовку я поставила на дно горячую воду чтобы немножко пар был потому что пленку уже сверху сняла да потому что ну шапочка уже вот как бы выше уровня да и чтобы пленка не осаждала немножко я сняла пленку и чтобы не заветривался верхушка не заветривалась я поставила на дно в воду горячую вот а выпекался он минут 20-23 по моему как где-то так и вот причем выпекался поскольку у меня расстойка проходила именно в в шкафу в духовом да для себя я решила что все расстойка закончена я просто включила 170 градусов и она плавно грелась у меня и как бы выпекалась одновременно разрезать наверно лучше да давайте тадададам красота тесто получается влажное очень аппетитная очень сливочная но просто а на данный момент вот это вот тесто для пасочек опять я пасочек говорю на данный момент это тесто для куличей мой фаворит честно вам скажу и кстати вот мне недавно в комментариях написали что куличи это то что выпекается пасха это из творога ребят я знаю честно знаю просто у нас в ростовской области вот сколько я живу всегда говорили вот на вот это вот говорили пасха творожные вот в моем как бы редко-редко можно встретить в творожные пасочки да у нас в основном вся сдоба которая вот да вот вот такая вот с посыпками со всеми делами все это всегда это называлась пасками ну как бы спасибо что вы бдите мой русский язык да но это просто я так понимаю территориальные какие-то моменты так что вот такая вот штучка получается ну и гляньте какая же она пупырчатая украшать тесто я не стала потому что основная здесь у меня причина этого видео это найти хороший рецепт самого теста для куличей и мне кажется я с этим справилась я нашла прям на мой взгляд очень хороший рецепт кулича с творога если вам понравилось это видео ставьте мне лайки подписывайтесь на мой канал всем спасибо всем пока и всем хорошего настроения